МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События четверга, 23 января, в программе «Наше время» в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте! За жестокую расправу под суд сотрудника автомойки, учинившего зверскую экзекуцию коллеги, заключили под стражу. Жестоко я раскаиваюсь, конечно. Я так поступил, я не хотел. О чем просил подсудимый? Появятся ли в Оренбурге японские автобусы? Евгений Арапов провел переговоры с бизнес-делегацией из страны восходящего солнца. Он такой молодой и пожертвовал своей жизнью ради всей девятой роты. Чтобы память жила, новую улицу в Оренбурге назовут в честь афганца Вячеслава Александрова. Сотрудник автомойки, убивший своего коллегу, арестован. Сегодня такое решение принял Дзержинский районный суд Оренбурга. Мужчина не отрицает, он жестоко расправился со своим собутыльником. Буквально изрешетил его шилом. Истязание продолжалось около двух часов. Сегодня подсудимый дал нашим корреспондентам эксклюзивное интервью, в котором признался, в момент расправы не чувствовал абсолютно ничего. Зато сейчас просят его понять и простить. Репортаж Елены Кузнецовой и Станислава Доминова. Невысокий, щуплый, нерешительный. Он не смотрит в глаза и тихо говорит. Подобных не боятся, подобных не принимают всерьез. Но в этом моменте развелись такие черти, что и самому вспомнит Жука. Мужчина говорит, сел пить с коллегой. Пьянка не залазилась. Скандал произошел. А из-за чего скандал? Он оскорбил мою мать. Потом начал оскорблять мою жену и мою девушку, и ребенку. За это вывода, да? Да. Он попробовал ответить посредством домкрата, но не смог поднять тяжелый агрегат. И вооружился шилом. Экзекуция проходила вот в этом здании в ночь на вторник. За обидные слова жертва приняла по-настоящему мученическую смерть. А зверевший убийца, орудуя шилом, выкололся бутыльник у глаза, буквально до неузнаваемости изуродовал лицо и тело. Позже эксперты насчитали больше трехсот ранений. И самое страшное, почти до конца этой зверской пытки раненый мужчина был жив. Дикое преступление фиксировали видеокамеры. Говорят, четыре часа этой записи переворачивали даже видавших вид исследователей. Помещение шиномонтажки походило на убойный цех. Но и этого извергу было мало. Он попытался изнасиловать жертву. Этого следователи пока не подтверждают. Сейчас проводят экспертизу. А вообще от содеянного убийца не открещивается. Он вызвал скорую и сказал, именно скорой сообщил о том, что совершил убийство. Он и сегодня в суде сразу же признал вину. Жестоко я раскаиваюсь, конечно. Что-то поступило, я не хотел. Все алкоголит. С алкоголем у 26-летнего мужчины проблемы давно. Да и жизнь не залазилась. Рос в детдоме, потом жил где придется, бомжевал, был судим. Последний месяц прибился в злополучную автомастерскую. Там и жил, и работал. В общем, суд не увидел ни одного повода, чтобы выпустить мужчину. Суд, выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, считает, что датайство исследователя подлежащим удовлетворением. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. За это время следственный комитет соберет доказательства. И главное, проведут психиатрическую экспертизу. Если врачи признают изверга больным, он отделается лечением. Если он понимал, что творит, может сесть на 20 лет. Сам подозреваемый плачет и надеется на благополучный финал. Я хочу, чтобы меня просили, чтобы поняли и простили меня. Нелена Кузнецова, Юрий Мишенин, Станислав Доминов. Наше время. Героин из Самары не успел разойтись по Оренбургу. При въезде в город на проспекте Братьев-Коростелевых сотрудники МВД задержали двух мужчин, которые прятали в машине 111 граммов белого порошка. Молодые люди, находящиеся, кстати, в состоянии наркотического опьянения, объяснили, что в соседнем регионе приобрели зелье исключительно для личного потребления. Полицейским предстоит выяснить, так ли это. Вместо года армии два года в местах, не столь отдаленных, на Оренбуржце, уклонившегося от призыва, заведено уголовное дело. Молодой человек прошел медицинскую и призывную комиссию и осенью прошлого года должен был отправиться в войска. Но в назначенный час на областной сборный пункт не явился. Уклониста сначала искали военные, теперь будут разыскивать полицейские. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Преступление. Также по уголовному делу местный житель будет допрошен в качестве подозреваемого. В дальнейшем ему будет предъявлено обвинение и направлено уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции к статье 328 Уголовного кодекса, фигуранту по уголовному делу грозит наказание до двух лет лишения свободы. Стало известно имя сотрудницы автозаправки, которая смогла предотвратить большой взрыв. Ее зовут Любовь Рязанова. Напомню, все случилось на пересечении улиц Театральной и Конституции еще в январе прошлого года. Однако эти видеокадры появились в интернете только сейчас и вызвали большой общественный резонанс. На съемке видно, как двое посетителей заправки подносят к бензобаку автомобиля зажигалку. Пламя вспыхнуло мгновенно, а молодые люди поспешили ретироваться. Их, к примеру, последовал и водитель соседней машины. Эта история могла бы закончиться трагедией, но случившееся вовремя заметил диспетчер заправки. Любовь Рязанова выбежала с огнетушителем и погасила пламя. Как стало известно, за молниеносную реакцию и храбрый поступок руководство автозаправки примировало женщину. В интервью порталу «Рея-56» Любовь Рязанова призналась, что о собственной безопасности тогда вовсе не думала. Она была уверена в случайности произошедшего и даже успела извиниться перед поджигателями. Кстати, молодые люди так и не объяснили, зачем едва не устроили взрыв. Поняв, что их шутку никто не заметил, они не стали ждать полицейских и уехали. К другим темам страховщиков не испугать. Ровно неделя прошла с того момента, как ситуацию с ОСАГО взял на личный контроль губернатор. Однако оренбургские компании продолжают либо отказывать в страховке водителям пассажирского транспорта, либо навязывать им дополнительные услуги. Одни по-прежнему ссылаются на отсутствие специальных полисов, другие вынуждают в довесок к автомобилю застраховать жизнь или квартиру. Холодная война длится уже больше полугода, и оренбуржцы пока в ней явно проигрывают. На прошлой неделе уже треть городских автобусов не вышли на маршруты. Между тем, федеральная этимонопольная служба напоминает, привлечь страховые компании к ответственности ведомство сможет только если жители города постараются. Обращения ФАС должны быть подкреплены доказательствами. Каким-то образом подкреплять свои обращения к нам, потому что доказать данные согласованного действия очень непросто. Поэтому любыми способами фиксировать факт отказа, видеосъемка, средства массовой информации, привлекать наши местные телеканалы, федеральные телеканалы, то есть составлять какие-то акты. На сегодняшний день за помощью к антимонопольщикам обратились почти полсотни оренбуржцев. Проверки страховых компаний продолжаются. Вместо пазиков Тойоты сегодня в Оренбург прибыла бизнес-делегация из Японии. Представители фирмы Хина провели переговоры с главой администрации города Евгением Араповым. Японское предприятие входит в структуру автогиганта Тойота и выпускает знаменитые на весь мир автомобили Land Cruiser Prado. Продукция компании также включает грузовики, автобусы и газомоторное оборудование. Именно эту технику бизнесмены из страны восходящего солнца и предлагают реализовывать на территории Оренбуржья. После сегодняшнего дня уже решения и соглашения определенные будут подписаны. Но, конечно, прежде всего они должны идти со стороны частного бизнеса. По сути дела, ради этого мы тут и собираемся, чтобы возможность развития была оренбургского бизнеса. И тем более, что компания Хина и грузовики данной компании, они ранее не продавались на территории города Оренбурга и Оренбургской области. И, по сути дела, ниша никем не занята. А наши бизнесмены, если будут приобретать данные автомобили, я думаю, что кроме хороших отзывов ничего не будет. Шесть проблем сельского хозяйства. Нехватка техники, людей и социальные вопросы. О том, что нужно сделать для поднятия села, сегодня говорили на первом заседании Совета при губернаторе по развитию агропромышленного комплекса. В новую структуру вошли представители власти и сельхозпроизводители. Подробности у Юрия Мишенина. Вы друг другу говорите. Правда, какой бы она была. Разговор о сельском хозяйстве с теми, кто этим самым сельским хозяйством занимается. В Совете при губернаторе руководители успешных хозяйств, директора перерабатывающих предприятий. Уж они-то точно знают, что нужно делать, чтобы агропромышленный комплекс стал успешным. Знают и могут губернатору посоветовать. Называют шесть основных вопросов, которые необходимо решить в первую очередь. Уменьшить проценты по кредитам, создать систему государственных заказов, поднять социальный уровень села и попытаться удержать деревни специалистов и молодежь. Если в ближайшие 14-15 год не будет кардинального программы по закреплению кадров на селе, потом государству придется в десятки раз больше платить денег для того, чтобы переселять из городов. Это не нужно. Нужно сегодня закреплять тех, кто есть. Есть еще предложение. Увеличить уровень государственной поддержки селу, поднять пусть не до европейского размера в 300-400 евро за гектар, но чтобы хватало на самые необходимые нужды. Но, по словам губернатора, здесь делают и так все максимально возможное. К слову, члены Совета могут вносить предложения по изменению законодательства в сфере АПК. Так что, возможно, работа здесь не ограничится только местным уровнем. С некоторыми инициативами придется выходить на федеральные структуры. Юрий Мишенин, Константин Воробьев. Наше время. Землю для оренбургских многодетных семей нашли. Желающие получить долгожданные сотки смогут выбрать участки уже в следующем месяце. Их будут давать в пригородных поселках, в том числе и достаточно отдаленных, например, таких как Краснохолм. На сегодняшний день в специальный фонд уже внесен 71 участок. Правда, в очереди 360 семей. Но в администрации уверяют, что данную проблему решат. Все молодые семьи, которые не найдут подходящего, вот данная комиссия предложит 70 участков, они не найдут своей мечты, своего какого-то идеала. Они не теряют порядковый номер, они возвращаются в следующую группу участников под первым номером и идут дальше уже, может быть, смотрят что-то новое. Полицейские приняли в свои ряды студентов, правда, только на один день. Общероссийская акция «Студенческий десант» дошла наконец и до нашего города. Сегодня учащиеся юридического факультета Оренбургского аграрного университета на целый день превратились в инспекторов по делам несовершеннолетних. Может быть, потом, в будущем, вы захотите связать свою профессию, с нашей деятельностью, придете, расскажете на факультете своим однокурсникам. Вместе с наставником девушки стали незваными гостями в неблагополучных семьях и своими глазами увидели, в каких нечеловеческих условиях живут некоторые из них. Кроме того, за одно дежурство студенткам юрфака даже удалось спасти жизнь человеку. В одном из домов новоиспеченным специалистам попалась женщина с осложнениями после родов. Выяснилось, что она уже 20 дней не обращается к врачу. Будущие юристы вызвали скорую помощь и молодую маму госпитализировали. Рабочий день сильно впечатлил студенческий десант. Правда, трудиться в таком ритме после вуза мало кто отважился. На самом деле, работа инспекторов такая сложная. В последней семья, вообще, я не знаю, я, наверное, не смогла работать в таких условиях. На долгую память одну из улиц Оренбурга назовут в честь героя-афганца. Улица имени Вячеслава Александрова появится в 19-м микрорайоне. Такая идея родилась у учащихся 2-го лицея. Для этого школьники создали даже собственный проект. Сегодня ребята представили его специальной рабочей группе и убедили всех в правильности такого решения. Когда появится новая улица, знает Екатерина Тихоненко. Вообще, у нас идея появилась еще очень юэтой. И вот мы уже разрабатываем ее. Вообще, идей было много. Школьники признаются, что даже планировали назвать улицу в честь всех участников афганской войны. У нас было первоначально множество вариантов. Мы провели социологический опрос. И были такие названия, как, допустим, улица мирная, державная, интернациональная. В конечном итоге выбор пал на героя Советского Союза Вячеслава Александрова. О нем ребята собрали немало материала. Советовались и с ветеранами Афганистана, согласовывались с депутатами. И чем больше вчитывались в его биографию, тем сильнее восхищались. Что он такой молодой и пожертвовал своей жизнью ради всей девятой роты. Это о нем в 80-х напишут все местные газеты. Вячеславу Александрову было всего 20 лет, а он уже воевал в Афганистане и участвовал в 10 боевых операциях. Огонь маджахедов был сосредоточен на позиции Александрова. Но, несмотря на это, он приказывает своим товарищам укрыться. Он погиб в 88-м и в память о его геройском поступке решили уйковечить улицу. Она будет находиться между улицами Карпова и Высотной, что в 19-м микрорайоне. Здесь как минимум 6-8 домов будет просто они сблокированы. Здесь порядка трех тысяч жителей будут проживать наши пирожа. Решение о присвоении улицы имени воина афганца не случайное. Уже в феврале Оренбуржия, равно как и другие регионы страны, отметит 25-летие вывода советских войск из Афганистана. И не хотим, мы, конечно же, поддержали, потому что Вячеслава Александрова это наша гордость, гордость нашей организации. И считаю, что гордость наша Оренбургская область. За то, чтобы данной улице быть, все проголосовали единогласно. На первой возведенной высотке в 19-м микрорайоне появится еще и мемориальная доска, рассказывающая о подвиге нашего земляка Вячеслава Александрова. Екатерина Тихоненко, Константин Воробьев, Наше время. Их устами говорит история. В канун 70-летия снятия блокады Ленинграда в Оренбурге тех героических событий. Самая продолжительная и кровопролитная осада города длилась 900 дней. Так что блокадникам есть что рассказать. Их сегодня внимательно слушали оренбургские школьники. Ведь это уникальная возможность получить знания не из книжек, а из уст самих участников исторических событий. Валентине Фенер было 11 лет, когда она со своей семьей жила в блокадном Ленинграде. Затем была эвакуирована в Оренбург. Здесь она осталась жить и работать. Но воспоминания с детства всегда с ней. Самое яркое воспоминание это конечно как война началась. Это для нас было страшно и удивительно. Там недалеко аэродром был и вот мы ребятишки бегали на этот аэродром смотреть самолеты. Подробный материал о том, как оказались связанные Оренбург и Ленинград в те военные годы, какие известные люди и промышленные предприятия были эвакуированы в наш город, смотрите в воскресном выпуске программы «Наше время». Чтобы показания были точными и своевременными, в Оренбурге внедряют новую систему учета общедомового потребления тепла и горячей воды. Автоматизированные устройства устанавливают в подвалах жилых домов. Данные с них поступают на пульт диспетчера в режиме онлайн. О преимуществах новой системы сегодня говорили в Оренбургской коммунальной теплоснабжающей компании. Репортаж Виталия Сапожникова. Такие коробки со сложными механизмами сейчас стоят во многих подвалах многоквартирных домов Оренбурга. Это своего рода узел учета. Он закреплен на общедомовом счетчике. С помощью встроенного модема показания прибора учета транслируются диспетчеру. Работает в онлайн режиме, то есть в любой момент мы можем подсоединиться к нему через этот вид прибора и просмотреть данные за месяц, за год. С помощью автоматизированной системы у специалистов появилась возможность при помощи интернета из любой точки страны иметь доступ к конкретному дому или прибору установленному там. Плюс контроль качества работы счетчиков и мгновенное получение данных даже за отдаленный период времени, что потом отображается в квитанциях. В 2013 году установка этой системы произведена у нас на отопление горячей водой порядка 1700 приборов учетов и порядка 400 приборов учетов установленных на холодную воду. Впрочем, не все городские ТСЖ поддерживают нововведения. Руководители некоторых жилищных организаций просто-напросто отказывают в доступе в подвалы своих домов. Потому специалистам Оренбургской КТК приходится постоянно проводить разъяснительную работу о преимуществах современной и экономичной системы. Расходы на установку автоматизированной системы все его показания производятся за счет средств КТК. И они не ложатся финансовым временем на плечи населения. Кстати, опыт тепловиков пришелся по душе и другим ресурсоснабжающим организациям. К автоматизированной системе снятия показаний подключают приборы учета холодной воды имеется возможность подключения общедамовых приборов учета электрической энергии. Виталий Сапожников, Виктор Грашенев, Наше время. 20 лет успешной работы фирма Фолиант отмечает юбилей. Сегодня Фолиант это развивающаяся сеть магазинов учебной и художественной литературы, известная каждому оримбушцу. С чего начиналась история Фолианта и что он готовит для своих покупателей знает Екатерина Платонова. 20 лет назад Фолиант начинался с книги «Зарядка для хвоста». Именно это издание первым стало на полку магазина. Сегодня это целая сеть специализированных филиалов. Залог успешной и стабильной работы в первую очередь коллектив, сплоченный и влюбленную в свою профессию. Так Наталья Актареева за 10 лет из консультанта выросла в администратора. Это очень интересное и мы получается взаимодействуем с образовательными учреждениями и занимаемся не только продажей книг, но и имеем индивидуальный подход к каждому покупателю. Фолиант сегодня может похвастаться специализированными филиалами для дошколета, школьников, для всей семьи от учебников до констоваров, от развивающих пособий до открыток. Мы сопровождаем людей от детского сада и вплоть до пенсии. Те, кто хочет читать, стремиться к знаниям, мы всех рады видеть в стенах Фолианта. Екатерина Платонова, Дмитрий Журавлев, Наше время. К новостям спорта. Звезда Формула-1 приедет в Оренбург. Знаменитый пилот Виталий Петров на днях посетит наш город. Автогонщик станет почетным гостем первого этапа Кубка России по зимним трековым гонкам. Соревнования состоятся в воскресенье 26 января на автодроме Авторинг. И еще о спорте. на групповом этапе женской баскетбольной Евролиги. Накануне вечера маринбурженки принимали на своем паркете испанский Ривос и шансов гостям не оставили. 78-50. Лучшим игроком встречи в составе российского клуба была признана Глори Джонсон, набравшая 19 очков и сделавшая 12 подборов. Владельцы Opel и Chevrolet уже сумели оценить все преимущества официального дилера Legion Auto. Ведь это полный спектр услуг по продаже автомобилей. Страхование, кредитование и трейд-ин. Это профессиональный сервисный центр, где выполняется качественный кузовной и механический ремонт. Legion Auto. С нами вы приобретете именно то, что ищете. Серьезную заявку на успех желтобордовые сделали в дебюте встречи. Едва таймер отчитал 2,5 минуты, а на табло уже горели приятные глазу 6-0. Гости надо отдать им должное, руки не опустили. И через некоторое время надежду догнали. Победа в стартовой четверти, впрочем, все равно досталась оренбурженкам 19-16. Во второй 10-минутке хозяйки паркета продолжили наращивать свое преимущество. В итоге на большой перерыв желтобордовые ушли, ведя в счете уже 14 очков 43-29. Третий игровой отрезок остался за Ривасом. Правда, отыграть испанкам у оренбурженок удалось всего 3 балла. Своим локальным успехом гости, очевидно, очень сильно расстроили российский коллектив. В заключительной четверти надежда с соперницами не церемонилась. Россиянки выиграли с ней и встречу 78-50. Мне понравилась наша защита. Конечно, вся игра строится от защиты. И когда мы удачно играем, получаются перехваты, очень красивые прорывы. Тем самым мы сами заводимся, зал очень бурно на это реагирует. И я думаю, что это помогает нам дальше-дальше на эмоциях, на вот этом кураже вести игру вперед. Виталий Сапожников, Сергей Тыщенко, Вадим Доминов. Наше время. Теперь важная информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра, 24 января, в некоторых домах областного центра и Оренбургского района не будет электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Уточнить всю информацию можно на сайте компании в интернете, а также по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. И напоследок. Размер порции еды нужно измерять по руке. К этому выводу пришли американские диетологи. Ученые считают, что таким образом человек сможет контролировать объем потребляемой пищи и предотвратить переедание. По мнению американских экспертов, порция мясного блюда не должна превышать размер ладони, объем углеводистой пищи, размер кулака. А предельно допустимая норма сливочного масла не больше кончика пальца. Вот такие интересные выводы. На этом все. Увидимся в воскресенье в 8 и 11 вечера. Отличного вам настроения. До встречи. Прическа ведущей салон красоты Ля Санте.